Здравствуйте, дорогие зрители! И тема программы была «Маска идеальной женщины». Стоит ли носить маски и какой же образ идеальной женщины? Первой под раздачу попала Александра. Ее сразу же стали обвинять в неискренности, хотя я напрочь не помню ее на проекте. Стали обвинять, что она даже разговаривает как телеведущая, аргументируя это тем, что у нее маска. Это так обидело девушку, что она даже убежала из зала. Но потом вернулась и просто молча слушала, как о ней говорят. Мне ее стало даже жалко. Но это же все-таки телевидение. У некоторых людей бывает страх камеры и разные реакции на камеру. Некоторые зажимаются, некоторые слова сказать не могут. Почему сразу наезжать? Некоторые маску одевают. Да, потому что это страшно. От волнения человек может даже говорить неестественно. Это жизнь. Не все профессиональные телеведущие и даже профессиональные телеведущие иногда зажимаются. Это нормально. Тема у нас все та же. Маски в отношениях. И нельзя было не позвать на сцену, раз такая тема, Викторию. Ведь она явно говорила о масках. И после этого ее с проекта и удалили. Удалили. Был показан сюжет о том, как она нравится, ей не нравится. Она все равно соглашается с Мишей. Это было ее свидание. Но она с радостью принимала все его неприятные, по моему мнению, вещи. Например, появление во втором доме других девочек на свидании. Простота свидания. Хотя в защиту Виктории я хочу сказать, что она понимала, что это нереальное свидание ее с мужчиной. Это просто проект. И она понимала, что другого шанса может и не быть. И выказывает свое ВФ. Ну, тоже было как-то странновато. Ведь она была неуверена, нравится она Мише или нет. Это же всего лишь проект, а нереальное свидание, где тебя приглашают. И ты уверена, что мужчина за тобой ухаживает именно за тобой, а не потому, что ты участница проекта. В последнем выпуске поднялась тема жертвенной любви. Ведь на диванчике поднялась Лиза. Лиза, которая даже на свидании с Мишей говорила, что она мужчине отдаст лучшее яблочко. Гнилое заберет себе, а лучшее отдаст любимому. В пост-шоу она рассказала душесчипательную историю о том, как ее обманул бывший любимый. Не просто обокрал. Обокрал. Мимолетный прохожий, как это бывает. Это был не простой брачный аферист, который развел наивную девочку. Это был мужчина, который встречался с ней пять лет. Вы представляете себе пять лет? Жить с женщиной и ее обманывать. Это какой скотиной надо быть. Это не Альфонс. Это Альфонсище. И правильно ей помогали эксперты. Альфонсище настаивали на том, чтобы она написала заявление в милицию. Бывают же такие сволочи. А вы мне напишите в комментариях, какая. Холостячка вам нравится больше всего.